Христос воскресе! Всегда! А вы, лентяи, не ходите в субботу на всеночную. И в воскресенье ходите не всегда. А некоторые имеют наглость приходить к самой шапочной раздаче, к концу службы. Если бы Николай сейчас ходил между нами, он бы вам надавал подзатыльников. Потому что он в представлении людей такой добряк, Дед Мороз почти что. На самом деле он бы кое-кому по горбу настучал так, чтобы было утром встать больно. Сегодня день подарков. Слышали, какое там в молитве говорится о подарках каких? Умоли Господа Бога даровать мне оставление всех моих грехов. Елико согреших от юности до сегодня и дальше. Слышите? То есть, если Бог прощает человеку грехи, это подарок. Умоли Господа подарить мне оставление всех моих грехов. Говорит, а что ты мне дашь? Что ты мне дашь? Я тебе дам вот что. Я тебе прощу все твои грехи. Слышали о таком подарке? Вот подарок настоящий. Подари мне, Господи, оставление всех моих грехов. А что еще подарить тебе? Больше ничего. Уже сейчас люди просят, знаете, пишут Дед Морозу письмо. Дедушка Мороз, подари мне приставку. Что вы сделали с великого святого, понимаешь, какого-то деда с подарками, с мешком конфет? Ничего подобного. Николай другой. И нужно узнавать святых, какими они есть, а не какими мы их себе представляем и придумываем. Значит, вот вам главный подарок. Просите у Бога главный подарок. Подари мне, Господи, даруй мне оставление всех моих грехов. Великий метеоскорбих от детства моего, от юности моей и до сего дня. В уме, в слове, в помышлении, вольно, невольно, там всяко-всяко. Значит, а мало ли что мы сделали такого, что противно Духу Святому и противно Божией Святыне. Вот это и подарки. Потом смотрите. Тропарь Николая должны знать все. Я так уповаю, что половина из вас его знает. А вторая половина знает пару слов из него. А те, что не знают, забейте себе в голову гвоздь. Каждый праздник нужно отметить запоминанием нового. Иначе это не праздник. Нажраться, напиться, как бы и гоготать в полные зубы. Как будто ты рекламируешь стоматолога своего. Это не праздники. У нас нет таких праздников. Наши праздники – это покаяние. Это бдение. Это молитва. Это раздача милостыни. Это чтение писаний. Это изучение наизусть новых текстов, которые мы не слышали, не знали. Это наши праздники. Наши праздники в знании. Наши праздники в благодати. Кто не знает тропарь Николаю Чудотворцу? Правила веры. Образ кротности. Воздержание учителя. Явить о стаду своему я же вещей истина. Всего ради стяжалась смирением высокая, нищетой богатая. Отче священноначальниче Николая. Моли Христа Бога, спасись душам нашим. Всем знать наизусть. Как тебя зовут? Иван. А ну тропарь. А ну крести крестителю. Ты что безбожник Иван? Как зовут? Петр. Тропарь апостолу Петру. Что это такое? Это что такое? Мы что под турками живем? Мы до сих пор под коммунистами живем? У нас что книжек нету? У нас что церкви закрыты? Почему никто ничего не знает? Почему никто ничего знать не хочет? Почему мы дурака включаем? А-ля-ля, там Николай, Николай. Ну что такое? Потом будет тропарь, скажем, Спиридону выучить. Потом будет Рождество. Тропарь Рождеству знать всем. И кондак Рождеству. Все, что нужно знать, нужно знать. Смотрите. Правила веры. Образ кротости. Воздержание учителя. Явить о стаду своему я же вещей истина. Откуда это взято? В послании к Галатам Павел пишет. Плод духовный есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Перечисляет там девять, кажется, даров Духа Божьего, плоды Духа. И в конце говорит, вера, кротость, воздержание. Еще раз слушайте тропарь Николаю. Правила веры. Образ кротости. Воздержание учителя. Слышите? Теперь слушайте послание к Галатам. Плод духовный есть. Любы, радость, вера, радость, мир, вера, кротость, воздержание. Вера, кротость, воздержание. И у Николая тоже правила веры, образ кротости, воздержание учителя. О чем это говорит? О том, что Священное Писание, как соль в еде, растворено в наших молитвах. Есть соль в солонке, есть соль в пачке на полке, а есть соль в еде. Соль в солонке видна, соль в еде не видна. Но она там есть. Без соли невкусно. Так вот, Священное Писание растворено в наших текстах, богослужебных, как соль. Нам говорят там всякие разные, типа протестанты, кто-то еще. Вы Библию не знаете. У нас Библия внутри, в крови, в голове, в языке, под кожей. Она во всех наших текстах. Только мы должны знать, где. Вот я вам говорю, что в тропаре Николаю есть кусочек из послания к Галатам. Правила веры, образ кротости, воздержание учителя. Потому что вера, кротость, воздержание. Именно в такой последовательности перечисляются дары Духа у апостола Павла. Потом, например, если возьмем тоже очень важная вещь. Молитва заомвонная. Что такое заомвонная? Вот амвон. Обычно священник молится здесь. Потом он выходит за амвон, вот сюда. Как бы к вам приходит, к людям, ко всем молящимся. И читает здесь молитву за всю вселенную. Начинается словами «Благословляй и благословящий тебя Господи, освящай на тебя уповающий». В это время вы запиваете, кушаете просфор и начинаете шуметь. Все причастились и все галдят. И священника перекрикивают люди. И перешумливают дети. Этого не должно быть. Служба продолжается. Служба еще не закончилась. Уже отпуск сказали, служба еще идет. На амвоне священник с крестом еще идет служба. А так причастились и пошли. И запивают, заедают. И начинают разговаривать. И начинается шум сразу. Базарный шум вокзальный. Не смейте. Тихо съели, тихо выпили, стали на место и молчим. Продолжаем молиться. Слышали? Обязательно. Это молитва за амвонная. Она тоже там допустим. «Яко всякое даяние блага, всяк дар совершен, свыше есть, сходя от тебя Отца Светов». Там священник молится за государство, за армию, за всех людей, за всех священников, за всю вселенную. Это первая молитва, которую читает новорукоположенный священник. Если в диаконы священнику рукополагают дальше, поднимают выше, дают ему пресвитерскую благодать, то первая молитва, которую он читает в жизни своей, как священник, это за амвонная молитва. Она очень важная. Она за весь мир. Надо вообще в церкви молчать и слушать. Молчать и молиться. Там есть такие слова. «Всякий дар совершен, исходя от тебя, Отца Светов». Откуда это взяли? Это из послания апостола Якова. Из соборного послания апостола Якова. «Ибо всякий дар совершенный исходит от тебя, Отца Светов, у которого нет перемены и никакой тени изменения». Почитайте, найдете. А, например, молитва за усопших. Она всем известна, потому что мы панихиды любим служить, мы переживаем за наших покойников, мы хотим, чтобы они были прощены, помилованы, чтобы они были с Богом в раю. И мы читаем там «Боже, духов, всякие плоти, смерть поправы, дьяволу упразднивы, жизнь миру даровавы» и так далее. «У покой души покойный, ходи же от беже болезнь печали и воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, яко блахо человеку любит, Бог прости». Это откуда все? «Боже, духов, всякие плоти» — это книга числ. Этими словами звал Бог Моисея. «Боже, духов, всякие плоти». «Отбежа болезнь печали и воздыхание» — это Исаия. Он говорит про рай Божий, про будущую жизнь. Он говорит, что «отбежала болезнь печаль и воздыхание». То есть молитвы наши компелитивно составлены в Духе Святом из Евангелия от Матфея, из Евангелия от Иоанна, из Исаии, из Числ, из Второзакония, из Псалмов, из Якова, из Петра — это наши молитвы. Вы должны знать это, возлюбленные. Конечно, мы должны сказать вам это, потому что вы никогда ничего не будете знать, если мы вам это не скажем. И если мы не скажем вам это, то мы не священники, а не знаю кто. И горе мне, если не благовествую. Мы должны учить вас с утра до вечера, день и ночь. А мы едва лишь в воскресенье сподобляемся полчасика с вами побеседовать. А нужно бы было говорить с вами каждый день и по многу, часами. Потому что есть о чем сказать. И нужно сказать, потому что погибают люди от неведения. Люди просто гибелью гибнут, по-настоящему умирают от того, что не знают закона Божьего и слов Спасителя, и вообще ничего не знают. Так вот, сегодня обращаю ваше внимание в праздник Николая на то, что тропарь его составлен из слов апостола Павла. А все наши молитвы составлены из слов апостола Иоанна, и боговица Моисея, и чудного Исаии, и псалмопевца Давида, и так далее и тому подобное. То есть это нужно замечать. Нужно это отслеживать, нужно понимать это, нужно любить это. Нужно любить богослужение. В богослужении нет простых слов, проходных слов, ненужных слов. Там все огонь, и все жизнь, и все свет, и все радость. Нужно любить богослужение. Если вы полюбите богослужение, вы будете великие богачи, вам будет везде хорошо. Куда бы ты ни попал, лишь бы была бы церковь, лишь бы была бы служба. Ты будешь в раю, ты будешь с Богом. И Николай будет с тобой, и Спиридон будет с тобой, и Амвросий будет с тобой, и все будут с тобой, если ты будешь любить Иисуса Христа в богослужении. Христа можно любить в Писании. Когда мы читаем Писание, мы общаемся со Спасителем, потому что все Писание написано о Нем, об Иисусе Христе, об Искупителе наших грехов. Поэтому, когда читаешь Писание, читаешь о Нем и говоришь с Ним. Иисуса Христа можно полюбить в исполнении заповедей. Например, тебе нужно простить кого-то, а у тебя сердце сопротивляется и не может совершить акт прощения, потому что оно твердое, жесткое, колючее и мстительное. И если ты совершишь насилие над своим сердцем во имя Иисуса Христа и разобьешь этот камень сердечный, и добьешься от себя прощения того, кого нужно простить, то ты найдешь Духа Святого и найдешь самого Христа. Ты через исполнение заповеди познаешь Господа. Потому что Господь познается в заповедях. Исполни заповедь о любви к врагам и узнаешь Господа. Исполни заповедь о терпении. В терпении вашем стяжите души ваши и узнаешь Господа. Исполни заповедь о милостыне, просящему у тебя дай. И от хотящего занять у тебя не отвращайся. Исполни эту заповедь и узнаешь Господа. Господь узнается в заповедях, в исполнении заповеди. Он скрыт в заповедях. Господь узнается в Писании святом. Господь узнается в молитве моей, личной молитве, домашней, ночной, вечерней, там всякой, там покаянной, благодарной. В молитве узнается Господь и Господь узнается в богослужении. Это главные способы познать Господа. Поэтому нужно познать Господа, как написано у пророка. И так познаем. Будем стремиться познать Господа, чтобы каждый Господа знал. Чтобы наступило время, когда мир полон богопознанием, как море полно водами. Чтобы уже больше не говорили, давайте познаем Господа. Потому что от малого до великого все будут знать Творца своего и Искупителя своего. Это нужно трудиться. Это великий труд. Этим всю жизнь занимался Николай. Откуда в нем такой окрыленный дух? Откуда в нем такая смелость и мужество? Столько силы духовной? Почему он жил непонятно где? Сейчас там Турция. Раньше была Великая Византия. Непонятно где он жил, непонятно когда. Почему он до сегодняшнего дня покоя не имеет? Почему он облетает на легких крылах, значит, на руках Духа Святого всю Вселенную? Вынимает из воды утопающих, поднимает садра болезней больных? Почему он спасает в небе летящих летчиков, когда у них моторы заглохли? Почему он вынимает из тюрьмы людей, которые решили повеситься или вены вскрыть себе от нестерпимости, несправедливого заключения? Почему он все это делает до сегодняшнего дня, вот уже 1700 с лишним лет, что ему покоя нет никакого? Постоянно работает и работает, трудится и трудится, потому что в нем есть окрыленный Дух. Он за время жизни своей из гусеницы превратился в бабочку и начал летать. Человек это гусеница, и у нее есть задача превратиться в бабочку. Нужно окрылиться и взлететь. Взойти по этой взлетной полосе жизни и улететь в Царство Небесное. Не хочешь летать, рожденный ползать, освободи взлетную полосу. Не мешай тем, кто хочет взлететь. Надо взлететь, возлюбленный, Николай взлетел, у него получилось. Мы не будем так летать, конечно, будем низенько летать, как эти там воробьи перед грозой. Но надо лететь, надо стремиться. Поэтому наберитесь духа и желания жить по-божьему. Не думать ничего злого, не говорить ничего гнилого, не тратить время попусту. Спасать душу и любить ближних, и не пропускать богослужений, и читать Писание, и подавать милостыню, и никого не осуждать, и не интересоваться грязью мирских новостей, не лезть туда, куда не просят, и хвалить Создателя, жить по-христиански. Через пять лет, через двадцать лет, через сто двадцать лет, неважно, скоро будет конец света, еще немного-немного, и Господь придет и не замедлит. А мы должны быть готовы. Поэтому не сметь пропускать воскресенье. Не сметь пропускать субботу вечер. Не сметь пропускать дни Божии без молитвы и чтения Писания. И не болтать в храме. И учиться, учиться, учиться закону Божьему каждый день, пока вы дышите. Христос да благословит, и Николай да подтвердит, что я не вру, а говорю правду Божию. Аминь и Богу слава.